Вся крыша была на огороде, и вот на том огороде переломало все. Настоящий шок испытала Валентина Крутилина. Крыша соседнего многоквартирного дома рухнула прямо к ней в огород. Женщина четвертый день пытается прийти в себя. Еще бы секунды, и побитый урожай был бы меньшим из бед. Я была на огороде, собрала огурцы, кабачки. Ну и пошла, зашла, только занесла, и ветер поднялся. Я дверь закрыла. Только дверь начала закрывать, его как бахнуло. Я кричу, крышу сорвало. Вот так присел, меня потрясло немножко. Крышу сорвало с жилого дома напротив. В двухэтажке проживает 11 человек. Никто не пострадал, но страху натерпелись. Было очень громко, прямо как взрыв какой-то. И тут такой бах, думали, что-то взорвалось. Смотрим в окно, лежит. Я сначала не поняла, что такое. Смотрю, крыша наша. Естественно, мы все перепугались, всех трясет. Спустя считанные минуты после ЧП к дому стянулись все городские службы. Предложили жителям пункты временного размещения, но покидать дом люди отказались. Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС, так как квартиры жителей начало заливать дождями. Проделали отверстие, чтобы оно собиралось в тазики. Односкатную шатровую крышу, сорванную ветром, ремонтировали в 2012 году. Гарантийные обязательства от подрядчика истекли пять лет назад, из-за чего обязать его восстанавливать кровлю уже нельзя. Однако Олейская прокуратура организовала проверку в отношении выполненных работ. В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана юридическая оценка управляющей компании в сфере МКД, а также субъектам предпринимательской деятельности, силами которых был выполнен ремонт крыши в 2012 году. Капитальный ремонт дома, у которого сорвало крышу, запланирован аж на 2042 год. Однако, благодаря тому, что чиновники ввели режим ЧС, сроки удалось сдвинуть. Новую кровлю обещают построить уже через 20 дней. Администрация города нашла подрядную организацию, которая будет восстанавливать крышу этого дома. Крыша будет стоить порядка миллиона рублей. Она будет выполнена за счет средств тех денег в фонде капитального ремонта, которые жители уже смогли накопить, за счет средств местного бюджета. И мы будем обращаться в правительство Алтайского края, чтобы они оказали помощь из резервного фонда Алтайского края. Прокуратура пообещала контролировать восстановление крыши жилого дома. Но что касается возможных дефектов, отремонтированной 10 лет назад крыши, то уже сегодня придут результаты специальной экспертизы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.